С 29 по 30 ноября в Зеленограде по инициативе регионального директора Лозаннского движения по Евразии Павла Колесникова прошла встреча его советников и координаторов движения. К встрече присоединилось руководство Лозаннского движения Майкл У, Лас Ньюман и многие другие. Всего регион Евразии насчитывает 11 стран. На встрече обсуждались темы студенчества и молодежи, бизнеса, СМИ, экологии, благовестия и другие. Основная цель заключалась в планировании интеграции Евразии в международное Лозаннское движение. Особое место было уделено подготовке к глобальному форуму в Маниле. Смотря на Центральную Азию и иностранное СНГ, я вижу, что Лозанна не так активна была в этих странах, но вижу, как сейчас поднимается волна, новая волна такого движения, Лозаннского движения здесь, в Центральной Азии, в СНГ. И что самое интересное и что мне очень сильно нравится, так это то, что молодежь сейчас подключается к Лозаннскому движению. И Лозанна начала обращать много внимания на молодежь. Поэтому для меня молодежь всегда была близким таким сегментом. Поэтому я верю, что и молодежь будет подключаться, и хочу просто вдохновить молодежь, чтобы они активно-активно подключались сейчас к этому движению. Я верю, что Господь сделает большие-большие вещи в нашем регионе. История Лозаннского движения в Евразии всего насчитывает 10 лет. Но дальнейшие перспективы и шаги будут во многом зависеть от умения сотрудничать и нащупать сверхзадачу. Влиться вот в тот глобальный тренд и миссию Лозаннского движения, умение донести весть о Христе до каждого человека, формировать лидерство богоугодно и христоцентрично и эффективно, но и умение сотрудничать, умение служить людям и быть сработниками Бога во всех сферах жизни. Лозанна имеет хороший опыт женщин в служении и евангелистов, которые благовествуют. Вот представьте себе человека парализованного, у которого тело парализовано наполовину, как оно будет функционировать. Что-то подобное происходит с аквами, потому что большинство женщин абсолютно не включается в благовестие, в служение, так как 50% тела парализовано. Естественно, эту задачу только мужчины, только братья не осилят. Мы должны работать вместе в команде, мы должны работать вместе. И силы в единстве братьев и сестер вместе. Для Евразии данная платформа может послужить для достижения практически любых целей, отвечая на те вызовы, на те нужды, которые у нас есть сегодня в Евразии, в Западной части, в Центральной Азии. Непосредственно это вызовы под развитие лидеров, насаждение церквей, ответы на тот призыв, который мы видим в обществе. Естественно, необходимость развития медиа как одной из платформ, то есть социальные сети. И плюс Лозаны – это то, что мы можем иметь что-то объединительное, как основание, на котором можно дальше строить и поддерживать контакт не только внутри самой Евразии, но и с другими регионами. Мы являемся одним из 12. Поэтому вот в этом я вижу ценность Лозаны. По итогам встречи были распределены зоны ответственности по Евразии, намечены конкретные задачи и шаги. В ближайшее время в работу будет принят календарный план встреч, задача которого – показать целостность Евразии. И перед нами стоят задачи в том, чтобы вся Евразия, все 12 стран были представлены, чтобы движения пошли как внутри стран, так и в евразийском пространстве. И мы с нетерпением ждем грядущих больших и мировых событий, которые уже намечены в Лозаннском движении. Это Манильский форум, это 2024 Лозаннский конгресс, на котором будет, с одной стороны, празднование 50-летия начала Лозаннского движения, с другой стороны, подведены итоги определенной всей этой работы под Божьим благословением в деле благовестия. Потому что Лозанн остается движением благовестия, достижения людей, выполнение великого поручения Иисуса Христа. Информационное бюро «Спектр» Зеленоград.